Три секунды до конца матча. Чак будет приведен в порядок, приведено дабло. Все встали в смех. 49.50 впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Гидешко. Три секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза задевает мяч победом. Концентрация, желание, амбиции и работа. Вот необходимые качества, которыми должен обладать человек, по мнению Ивана Гидешко, чтобы стать лучшим из лучших. Выходите на лучшую. Да, да. Выходите на лучшую. Да. Выходите на пьян. Правильный настрой важно задать с самого начала. Теперь все, без исключения команды, готовы браться за мяч. Мальчишки и девчонки выходят на поле и готовы внимать словам заслуженного мастера спорта. Мастер-класс начали с небольшой разминки. За счет чьего мы выиграли Олимпийский и Руссельский старт. Передача, конечно, передача. Одно разрушено упражнение, а потом начнем работать над передачами. Над древним. Привычный стук баскетбольного мяча и разминка началась. Команда девочек в дружеском соревновании с командой мальчиков начала свою борьбу. Иван Гидешко непрерывно следил за работой ребят и периодически давал свои наставления. После наставлений огонь в глазах детей зажегся с новой силой. Косых бросков теперь меньше, а передачи стали точнее. Соревновательный дух только добавлял азарта в обычную разминку. Концентрация команд возросла в разы. И можно было переходить к основным упражнениям. Правда, сегодня Иван Гидешко говорил не только о баскетболе. Также он коснулся темы спорта, физкультуры и жизни в целом. Подобные беседы проводятся перед всеми мастер-классами, настраивая детей на правильный лад. К тому же, такие открытые уроки заслуженный мастер спорта проводит не только в России, но и за рубежом. Рад, что я приехал в Рязань. Я очень рад, что здесь есть публика, что здесь действительно заинтересованы в баскетболе мальчишки, девчонки и более взрослые. На таком мастер-классе баскетболистам пришлось изрядно попотеть. Но зато теперь они овладели техникой броска, дриблинга и передач. А огонек новых мыслей, который в этот день Иван Гидешко зажег в каждом, теперь будет разгораться с новой силой и вряд ли сможет угаснуть. Субтитры создавал DimaTorzok